Так, все, я вернулась. Я вернулась. У меня здесь уже высыпать надо грибочки. Как их высыпать, чтобы они все попали куда надо, а не мимо. Ну да, ну, надел уже мимо. А внутри они сейчас все не влезут, надо полоснуть. А у меня еще две миски. Сейчас их как-то смешивать надо. Коль, как смешивать, а что делать там? Грибы. А ты же сказала, научишь. Нет, я сейчас, конечно, научу. Ну, это все, конечно, ерунда какая-то прямо. Ну, бог. Мне надо его перемешать, я не могу. Банки кипятятся. Крышка эта горячая. Ай, лежит. А можно по одной тарелке бросать? Что? По одной тарелке бросать, чтобы они уменьшались. Ну, вот бросаешь по одной тарелке, но факт в том, что ты же понимаешь, что оно... У меня же тут морковка уже внизу. Сейчас, ну, мне надо эту морковку приподнять вверх. Оно все горячее. Сейчас оно, конечно, опустится. Понятное дело, все в горячем состоянии. Ой, да. Еще один упустила, блин. Надо, чтобы морковка эта не начала пригорать. Здесь, блин, закрываем. Пип-пип. Вот такие вот они дела. Вот такие вот они пирожки. Так, вроде бы баночки простерилизовались. Вытягиваем. Вытягиваем. Оп. Мне тоже написали, почему вы не делаете в микроволновке. Да, мне неудобно в микроволновке. Это раз, а во-вторых, у меня сколько уходит электроэнергии на эту микроволновку. Понимаете? У нее же мощность. Вы же посмотрите, как счетчик крутится, когда вы врубаете в микроволновку. А мне электроэнергии и так я плачу по полторы штуки в месяц. Извините меня. У нас компьютеры работают постоянно. При съемке свет здесь включается везде. Там, когда клипаю видео, у меня тоже свет включен. В ванной постоянно тоже, что машинка, то-то-то все работает. Холодильник, он тоже тянет электроэнергию и вообще, я же говорю. Поэтому и с микроволновкой, ну не знаю, мне не так удобно. Я не доверяю ей, знаете почему? Потому что бывает плохо, домоешь баночку. Ну плохо, там где-то что-то, какая-то цяточка да есть. И потом, короче, смотришь на эту банку. Ну берешь банку, да, уже почти вот сейчас буду... Кстати, вон, смотрите, пожалуйста. Сейчас буду типа консервировать и все остальное. А смотришь, а там цяточка. Вот тут вот, например, ну пожалуйста. Эту банку мне надо перестерилизовать. Что-то мне не так. Что-то такое вообще непонятно. Плохо ее домоуловить. Вот вами пожалуйста. И это самое, когда... Когда такие банки стерилизуешь в воде, вот там где плохо дом... У меня рука не улазит, видите, в чем проблема там. Почему ее плохо помыла. Все водой стекает вниз. И она себя показывает, короче. Вот, например, если какую-то цяточку плохо помыл, она раскисает в воде и становится больше, и ее видно. И тогда, понимаете, можно вот как здесь вот получилось у меня. Была маленькая цяточка, не домыла. Она вот сейчас в водичке раскисла, разбухла и показала себя, что вот она такая прям большенькая. Сейчас, вон, видите, ничего нет. Сейчас я ее поставлю и заново простерилизую. И очень даже так частенько бывает. А когда на сухую стерилизуешь в микроволновке, ну, она не на сухую, чуть-чуть на этом, то все равно этого всего вы не увидите. И вы можете, получается, прощелкать пятнышко, и потом эта банка взлетит. Часто так бывает. Так что так. Поэтому я доверяю своему способу. Он у меня проверенный. Очень даже. И для меня он удобный. Оля, может, ты поможешь мне их смешать? Слушай, я не знаю, как ты, правда, их смешаешь. А я сейчас пойду ляпалку возьму и буду гоняться за руку. А я говорил, что это какая-то проблема будет в этом. А как же их тебе вспомнить? Я не понимаю. Они же не это самое, Зая. Это же тебе не каша. Ну да, но они опустятся, но они же медленно. Их надо мешать, чтобы они опустились. Ой, Боже, широкую кастрюлю было бы самое то. Ну, или делать по одной порции. Ну, по одной порции в бестилете как-то подумал. У нас есть вот эта кастрюля, что купили. Я для свиней купил эту, помнишь? О, то-то? Да. Она огромная, ты что? Она очень большая, эта кастрюля. И куда девать? На куда? Ой, да. Вот так вот мы что-то делаем. Что-то это. Сейчас оно, он видит, сейчас начнут опускаться. Сейчас сок начнут давать и будет опускаться. Но уже опустилась, но я не могла крышку закрыть. А это давай буду полоскать. Ты, наверное, знаешь, одну... Может, накрыть крышкой? Ну, так я его и накрывала крышкой. Но опустилась. Вот, я неправильно сделала. Надо было сначала мне грибы проварить, а потом морковку. А я взяла сначала морковку, чтобы она быстрее раскисла, а потом к ней будет. Ну, как всегда. Экспериментный удался она заварит. Так, все, сейчас все либо опустятся, а потом включусь еще раз, покажу, что к чему. Опачки, наконец-то мы сделали это. Мы это сделали. Сейчас надо будет насыпать и катать. Срочно катать. Ключ нашел? Ключ искать не надо. Он лежит всегда вот здесь. Так, девочки и мальчики, вышло новое видео. Что-то он так темно как-то так стоит, да? Нормально, где-то как отражение. Вышло новое видео, девочки. Борщ с фасолью. Очень-очень хорошая заправка. Мы говорили о нем в прямом эфире. Именно сегодня. Сегодня какого? Шестое число? Да, шестое. Шестое число. Но уже на канале Николая Шаповалов. Посмотрите, пожалуйста. Поставьте, кому не тяжело, пальчик вверх. Ну, естественно, если вы еще и приготовите, это будет просто шикарно. А если вы поделитесь с друзьями, ссылочкой, будет просто замечательно. Да, будет вообще шикарно. Я думаю, он тоже вдячный. Да, 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 да. Обязательно. Потому что борщ действительно стоящий я сделал. Я попробовала, мне понравилось. И плюс к тому же стоит он спокойненько в квартире. Нет, он с фасолью просто ума. Ну, понятно. Просто у нас и с фасолью, и все готово. И быстро, и, короче, товарищи. Да, и, кстати, мы на нашем вот этом же канале уже видели, вы видели, как мы с него готовили борщик. Дай мне половник. Половник. Отсюда я уже выловила лук. Отсюда я уже выловила лишнюю эту петрушку. Поэтому смело засыпаем. Главное, чтобы банка все нормально была, да? Все нормально все было. Все будет доброе. Они же просто стерилизованы. Ну да, но все равно, знаешь, как. Люди боятся насыпать. Кто-то подставляет там ножи, ложки, вилки. Всякую такую штуку. Я вам говорю, в литровые банки я сейчас катаю для того, чтобы на стол, ну, вот когда гости, на праздник, да. На праздник было. Чтобы не две открывать полулитровые. А одну литровую открыл, и все. Правильно? Да, 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 да. Поэтому так. Вот, забыла. Вон, прыжка весь еще. Опа. И поехали. Поехали. Быстренько закатаем это. У нас еще куча, куча делов. У меня еще вон стирка стоит. Елки-палки. Все стирается, все варится, все греется, что-то еще, что-то делается. Кошмар. Видео делается. И видео делается, да. Все делается. Мы как эти. Точно, что попа вмыли, е-мое. Налогосрочно? На море. Как я сейчас, на бархатный сезон. Вот из песни. Это закрутка. В бархатный сезон. Поехали в закат, Николай. За Вадимишу и поехали. Крепочки классные получаются. Вот это мы уже будем с гребами, ребята. Да-да. Так что так. Просто шикарносная заготовочка тоже. Да, реально хорошая заготовка. Все, идет из песни. Короче, уже с утра и уже устали. Уже сейчас не с утра, уже пока мы то и сё. Я уже и не с утра совсем. О, е-мое, чхует. Ап-чх-чх, ап-чх-чх. баночки, да? Немало, надо купить помощник для такой банки, у него придется ложку оттыкать и сыпать, мой помощник оказался в кастрюле, перевернул, красиво, мелкие моталки, кстати, и на такие банки что же помощники продаются, правда ведь? да, без понятия, я не видел, если честно, я только такую видел, есть, наверное, и сейчас мне нужно что делать, нужно делать меньше газ и ложкой набирать, а ты какой набирал в прошлый раз, ложкой? этой? да, по-моему, чей-то не очень удобно, вот этой, чей-то не вот этой, да пробуй, я не помню, чей-то обычный железо будет удобно, я не помню, ай-яй-яй, сейчас вот это вот ерунду и страдать, ну, зато, просто помню, я не помню, не нагребай? не, 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 а что полно нагребаешь? чтобы юшку залить, я помню, я стараюсь, я стараюсь, я стараюсь, николай вот так вот вы видите, а то полонечку можно, это же пытаю, еще, что палец, я не обожглась, не обжеглась, во, тут такое что сляпано не обжеглась? не обжеглась в общем вот так вот у нас идет дальше будем что-то готовить дальше вам опять же покажем девчонки вспомнили мы же дыню купили и мальчишки конечно мы вспомнили купили из-за нее как всегда забыли сейчас я хочу ее разрезать или помыла сейчас я оботру и так мы и пообедаем потому что обедать то хочется завтракать там и позавтракали обед это хочется поэтому сейчас мы будем делать уху красоту надеюсь она хорошая не пропавшая внутри будет очень обидно я дыню кстати очень очень сильно люблю у меня как-то все время не получается ой она пахнет а там еще будет видно какая она на вкус то что она пахнет это да какая прелесть обалдеть так семечки куда же сюда выкину семечки класс 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 обалдительно а второе не замыш все не съедим наверно или сиди и буду нарезать сразу наверно так оба оба или все мы сидим и сидим все ускоре или не сидим как думать или вы к нам прям придете поможете сейчас я попробую что она там получается у нас на вкус кто любит дынечку девчонки главное чтоб она была вкусно так будет сейчас обидно если она не вкусно но вкусно она могла бы быть и вкуснее конечно немножко такой знаете прикус вроде она немножечко подвяла но сладкая представляете сладенькая может надо все почистить или по старинке будем так скибочки меня меня это пока оставлю на стол так мы перекусили дыни и забыли вообще за камеру в общем уже снимаем рецепт вот посмотрите какая прорывность горячая крышка да вот такая вот такой рецепт это баклажаны и с грибами но без всяких томатов пока мест вот я знаю смотрела в интернете куча 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 рецептов там где баклажаны грибы томат ну короче помидоры и все остальное а здесь ничего такого нет здесь без помидор тут только перчик в общем знаете все обязательно с рецептом и этот рецепт снимаем на канал вот с нами любезно поделилась алиночка и смелы вот говорит что у них прямо этот рецепт на расхват и в общем нравится любят все и уже шесть лет готовят и все в восторге так что так ингредиенты самые простецкие девчонки никаких там дополнительных каких-то супер-купер специй но в общем пока мисс мод смотрим пока мисс нам все очень очень нравится обязательно этот рецепт будет на канале сто процентов мы его сегодня закатаем мы поставим естественно пару деньков у нас отстоится и мы его выкладываю на канал в любом случае так что так и алина еще пообещала мне еще порой рецептиков новых прислать те которые вот они у себя делают те которые вот у них там в обиходе ходят и очень вкусно так что так спасибо алинушка все а мы этот рецепт снимем и все все наши зрители увидят его и смогут попробовать а я скажу честно честно как он не на вкус что и и и и и Субтитры подогнал «Симон»